Существует еще несколько нормальных форм, которые также применяются на практике, но ситуации, в которых они нужны, возникают намного реже. Например, доменно-ключевая нормальная форма. Она предъявляет требования к домену ключа, то есть к возможным значениям этого ключа. Например, если у нас есть некоторая сущность, в которой есть идентификатор, и есть другая сущность, в которой первичным ключом является составной ключ, в состав которого входит внешний ключ к первой сущности. Таким образом, получается, что возможные значения для атрибута из второй сущности ограничены существующими значениями домена первой сущности. Наиболее строгой из существующих нормальных форм считается шестая нормальная форма. Она фактически говорит о том, что необходимо декомпозировать отношения, пока это возможно. То есть выделять все различные атрибуты до тех пор, пока не останется некоторого одного первичного ключа и атрибутов, которые зависят только от этого первичного ключа. И больше никаких атрибутов не должно быть. И желательно, чтобы первичный ключ был не составной.